здравствуйте здравствуйте мои дорогие друзья сегодня мы пойдем на работу и сделаем работу работу не просто для себя а для 7 миллиардов наверное а может быть и нет кто знает что там у нас в жизнь получится жизнь то она сложная штука но я надеюсь у нас все получится и все будет хорошо так что хэй мэн и аллилуйя чтобы не налажать я даже в прямом эфире переустановлю все 7 миллиардов 7 миллиардов человек хуяк вот так вот благоустановка идет сущие копейки времени игра по размеру маленькая что в наше время в общем-то редкость и даже не требует каких-то супер жрущих ресурсов так что поехали что игра очень похожа на своего прародителя а именно human ресурс машин стилизация та же сам ну а ну да громко все это выглядит для нефогов скинь ссылку на главную для нефогов ссылка на видео поток летит на главную страницу вы берете эту ссылку и засовывайте в любой нормальный видеоплеер. В ЛЦ, в медиаплеер классик, мплеер или что у вас там есть с поддержкой РТМП. Вот. У меня где-то здесь было ваше фото! Так. На кого же я больше похож? Даже не знаю. Наверное, вот на это. Для алтфагов тоже кинь! Кинул алтфагом! Видите, здесь надо признаться, что это я. Даже не знаю, что делать. Кого же выбрать? Ладно, пускай буду я. Да, на фото точно вы! Меня наняли! Ура! Ну как за он? Не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Аааа! Но чем именно? Я бы с удовольствием поработал в таком доме. Вообще, конечно, одна заставка показывает, как всё страшно. Только сегодня смотрел технологии 3D-печати, как, например, можно домик распечатать или, наоборот, сложить домик из кирпичей по старинке, таская каждый кирпичик с помощью дрона. Это что, новая игра от создателей World of Go? И той игры про сжигание всякого в камине? Да, да, да. Она самая. Так, по поводу моего завода. Я на свой завод не хожу. У них там без меня, похоже, развлечений не хватает. Но вот в понедельник обещали, что мне перезвонят. Может быть. Пока завод хочет перезвонить мне, я хотел поискать себе работу. Нашел несколько вакансий, например, на производство тракторов. Нужно уметь работать с ЧПУ, знать приёмы металлообработки и так далее. Но я не знаю ни ЧПУ, у меня нет опыта работать с ЧПУ, ни металлообработки, у меня тоже опыта нет. Но я знаю, что такое ЧПУ и как трудопрынтить дома. Вот. А деньги-то? Вот я хочу завтра спросить, начальник, а за август и сентябрь вы мне платить-то не собираетесь, правда? Как-то так. А чего не программистом? Ну, я программистом и хочу. Программистом станков. Так. Вот нет, чтобы в экзопанк поиграть, как взрослый человек. Реквест на экзопанк вижу в первый раз. Что-то хотел сказать. А, вспомнил. Есть желание начальника подбить на создание строительного 3D-прунтера по технологии Дельта. Это когда мы берем три вышки, на них натягиваем нитки, а посередине у нас болтается головка, как кусок говна, которая плюется стройматериалом. Такого еще нигде нет. Вот. Везде более-менее жесткие конструкции, а я решил вот сделать 3D-строительный принтер из говна. А, спасибо Анончику, который меня заразил стройкой, тварь, скотина. Вот. Как вы думаете, начальник пойдет на создание такого прунтера, а? На самом деле, не знаю, ЧПУ не проблема. Это зависит от кадрового голода в твоем регионе и от тех операций, которые придется программировать. У нас, например, на завод операторов ЧПУ брали без опыта, а обучали уже на ходу. Анончик, по секрету я тебе скажу, что учиться в ЧПУ особенно нечему. Ну, почти нечему. Непосредственно, сами эти ваши ЧПУ, это вот как вставить флешку и нажать какую кнопку. Вот. И все. У меня одно постоянное подвисание видеопотока, видимо, да. А тем временем, Джонатан Блоу брает из The Fitness, пилит новый язык программирования. А, похоже, в одно рейло даже не выкладывал ничего в паблик. Только бложек ведет и на конфы ходит. Сука, блядь, похоже, это надолго и больше игр от него не будет. Ура! Ну, вообще, языки программирования весело пилить. Хотя бы какие задачи он решает. Я вот посмотрел процессинг, знаете, пацаны, мне понравилось. Вот, это может быть годной заменой флешу. Ладно, давайте играть уже. Вы опоздали! Все про меня. Я на работу никогда вовремя не прихожу. Все уже на месте. И просто стоят. Моргают. Ждут указаний. Теперь это все не только о вас. Теперь вы начальник всех этих рабочих. И они будут делать все, что вы им скажете. Теперь нам нужно применить всю эту рабочую силу. Пожалуйста, скажите всем поднять зеленые кубы с данными. И бросить их обратно. Ранний успех повышает самоуверенность. В общем, шкалополис. Мы поднимаем и бросаем зеленые кубы с данными. Блядь, я уже без тебя начал смотреть, во что там тебе реквестировали. Вот в этом не реквестировали. Не, не только у тебя. У меня тоже подвисало пару раз. Окей. Даже игра знает, что начальник. Это HRM с многопоточностью? Похоже на то. Сегодня мы будем учиться многопоточному программированию, как завещала нам Intel. В свое время Intel заебала делать нормальные процессоры. И она их решила делать не вдоль, а вширь. Теперь вот надо заниматься многопоточностью. Мы поднимаем и бросаем зеленые кубы с данными. И так уже 10 лет. Потому что все учебники плохие. Там все непонятно. И не то это все. Не то. Дай вам пожаловать на выстротники. Скажите, мы рабочим пустимся на клетку ниже. Поднять зеленый куб с данными и бросить его. Прекрасная разминка. О! Редактор ассимблера все тот же самый, что в Human Resource Machines. Отличная работа! Эти рабочие явно эксперту по поднятию и опусканию вещей. Ееееееее! Но самое главное, что... Мое присутствие необходимо этажем выше. Я хоть кому-то нужен на этой сраной планете. Я не хуже всех. Я не являюсь полным отбросом. Я кому-то нужен! Я нужен! Эй, вы все! Эта линия кубов с данными слишком далеко, чтобы ее прочитать. Пожалуйста, скажите своим рабочим подвинуть всю линию кубов с данными. Вниз на две клетки! Поставьте ее ровно между двумя растениями, чтобы их было лучше видно. Мои очки все-таки с диоптриями, а не для красоты. Так понял по первым левелам, что именно многопоточно-человеческих ресурсов машина. В общем, это инфинифэктори в 2D с явными программами. Представляю, какой пиздец будет в последних уровнях. Ну че, HRM-то мы осилили. Хотя на последнем уровне я адово тупил, и ни одна сука не подсказала. Ну че, сделать шаг. Понимаю, вниз. Еще раз шаг. А нет, стоп, стоп, погодите. Я уже... Мы играть еще не начали. А я уже туплю. Вроде так. Так-то лучше. Как и в случае иконок на рабочем столе, самое главное, правильное расположение. Ееееее! И я опять кому-то нужен! Еееее! Недавно прочитал книгу об осознанной медитации. Начинается как планерка у меня на работе. А как оказалось, это очень важно. А можете одолжить ее у меня чуть позже? А мне бы хотелось привести в порядок свой разум. Мне бы тоже. И комнату. Все кубы с данными, и рабочие должны исчезнуть, чтобы дать мне сконцентрироваться. Рабочие, пожалуйста, возьмите кубы и идите вперед, пока не покинете комнату через одно из удачно расположенных отверстий в полу. Что же вас ждет внизу? Отличный вопрос. Я подумаю о нем во время медитации. У вас новая команда! Прыжок! Эта команда предназначается не для того, чтобы рабочие прыгали вверх. Вот это расскажет вам о чем на самом деле. Ну, с точности, начальник. Прыжок совершает безусловный переход по стрелке. Может перемещаться назад для создания цикла, а также вперед для пропуска целых секций программы. Возможности безграничны. Дальняя доставка. Вам предстоит дальняя доставка. Деньги? Какие еще деньги? С вами расплатиться баллами в пешкариках! Прислал пешкарик. Сегодня, кстати, кто-то хотел у нас провести эфир о бордах. Хотели сделать у нас какие-то крутые доклады. Но я не разобрался. Вовремя никого не было. Так что... Мы все прогонгонили. Я океан! Я осенний лес! Я закат! Я голоден! Кто-нибудь еще хочет пообедать? Нет? Я вот поужинал, таблеточки принял. И поэтому я опоздал на целых 16 минут. Ну что же. Пришло время принимать важное решение. На пятый год. На пятый год. Работаем. Я нигде пять лет еще не работал подряд. Хотя в мои-то годы, видимо, уже и не буду работать. С другой стороны, после сорока обычно работу не меняют, как перчатки. После сорока лет обычно за работу держатся по принципу «Лишь бы не пидорнули, сиди тише, воды ниже травы!» Только бы, только бы не пидорнули! Так что, кто знает, возможно, основная карьера начнется после сорока. Или даже пятидесяти. Важное решение на пятый год работы. Решить, нравится ли вам эта работа? Да. Давайте все зададим себе один маленький вопрос! Вы бы предпочли Вечный ад и погибель? Или сходить на довольно веселый корпоратив? Я выбираю ад и погибель. Теперь у вас есть команда, которая поможет вам определиться. Покажите все на влево и направо. С одной стороны, у вас есть кубик, освещающий дорогу к корпоративу. С другой, вселенские муки. Используйте вашу новую команду «Если», чтобы определить, с какой стороны находится куб. И продолжайте двигаться в этом направлении, пока не упадете в дыру, ведущие к празднеству. Выбирайте с умом. Увидимся там! Кхе-кхе. Непонятно. Нам говорят так, словно корпоратив и ад с вечными муками. Это находится по разным адресам. Хотя... Кхе-кхе. Ну, чё? Чё? Значит, у нас есть команда «Ежели». Ежели... Значит, так. Ежели... Так. Ежели... Справа равняется куб Ганн, то пиздуем вправо. Иначе пиздуем влево. Кхе-кхе-кхе. Ну, вот. Потом нам нужно что-то... Подобрать! Вот. Но тут самая интересная вещь, что... Хотя, зачем нам что-то подбирать? У нас не было задачи подбирать что-то. У нас есть задача прыжааааак! Я не думаю, что я пишу сейчас правильно всё. Вот. Как вы можете программировать без Сергея? Ну... Как-то вот... Попытаться-то можно. Мне вот, честно говоря, не нравится то, что я сейчас сделал. Но как лучше, я не знаю. Я тупел. Мамо! Поздравляю! Поздравляю! Это было удивительное инженерное решение! Но на вечеринку мне что-то не хочется. Веселитесь без меня! Вот так всегда! Да! Но, к счастью, я всё ещё кому-то нужен! Ээээ... Да... Игра-мечта Серожи. Ну, где ж нам взять Серожу? На шестой год меня подпустили к уничтожителю. Я изучаю программирование! И уже довольно неплохо его знаю! Настолько, что даже выполнил за ва... Ваше поручение за вас! Ну, около того! Этот рабочий должен взять куб, который находится снизу! И не падая в отверстие в полу, ну что-то пошло не так! Поэтому я позволю вам всё починить! Давайте вместе посмотрим, что из этого выйдет! АААААААААААААА!!! В общем, нас посадили на багфиксинг, и нам нужно фиксить баги. Понимаете? Нам нужно фиксить баги. Серёжа бы сказал, что это всё не то. Тот же программировать мышкой нужно, а для него это примитивные технологии. Тоже верно. И опять подвисание. Может, что-то сделаешь, чтобы точно всё нормально отдаётся? Ну, пули от меня ушли. Проблемы на вашей стороне. Так, нет, на шестой год ты стал крохотным уничтожителем. Продолжай расти, уничтожитель, ты на верном пути. Все меня недолюбили. Ну что, давайте будем трейсить по шагам. Вот. Вроде бы, если справа ничего, то мы делаем прыжек. Вот. Нам надо бы как-то вот... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, и мы умерли. Я использовал трассировку, но не получилось. Мне пишут, что все мои рабочие мертвы. Что же делать? Что же делать? Знаете что? Вот если можно идти вниз, если внизу, видимо, стена, можно пиздавать вниз. Вот. Вот. Поехали. Э-э-э! Куда? Я не согласна, я так. Так, погодите-ка. Видимо, не стена Видимо, ничего Хотя нет А, да, ничего, правильнее было ничего Так Еее, мазерфакер Ну, на шестой год работы Я начал тупиииить Станция сравнения У меня от этого станция уравнивания Все ифами засрал Так ты транжирит, как рубист Нет У рубистов там Каждая строчка Это уже миллиарды тактов Это место полный бардак Инженеры разбросали кучу кубов по полу У этих людей совершенно нет чувства прекрасного Ладно, давайте соберем их и сделаем из них линию в самом нижнем ряду Прямо между стрелочками Но берегитесь бездонных ям Не знаете, как определить, где есть кубы, а где нет? Или же как избежать ям? Хм, здесь говорится Помните, что команда «Если» может осматривать мир вокруг вас Хаотичные действия лучше хорошо организованного бездействия Ну чё посоленные? Чё будем делать? Внезапно осознал, что осень холодно, блядь А у меня, наоборот, бабье лето И случайно забытый включённый газ Или забытая кастрюлька Приводит к тому, что ЖАРКА! БАНЬКА! Жара июль, а вечера такие лунные О, мне дали комментарий Ну чё, дети? Хочу я дуушный сделать шаг Дальше, наверное Ты же газ никогда не выключаешь Ну, я его регулирую, по крайней мере Организованное бездействие Нужно помнить замечательное описание моей пиздоболи Выбирай блок с червяком, поиграем в червей Я хотел, но... Чё-то писать надо Вот Значит, со... Если врезу ничего, то сделать шаг. Ну, и прыгнуть. После этого нужно еще сделать шаг. Вообще бы... Так. Непонятно, как это проходить. Осень лучшая пора. Достаточно тепло, чтобы не носить много одежды. Достаточно холодно, чтобы демонстрировать свою жирную тушку. Вы ведь уже показывали это внучаеву? Нет! У тебя же Эльс есть. Вот я и туплю с Эльс. Сюда что? И в блоки завезли. В прошлое только джампы были вроде. В прошлое не только были джампы. В прошлой версии на последнем уровне нужно было сделать сравнение. Мы в прошлый раз на последнем уровне... Я минут 20 тупил. Вот уже седьмой уровень, а я уже туплю. Так, мне подсказывают, что у меня есть Эльс. Ну... Ну ладно. Так, погодите. Так. Давайте сделаем так. Зачем нам Эльс? Вот. Там были только условные джампы, да. Но ведь это же обучение детей программированию на игровой основе. Ну, ты можешь призвать внучаеву, вроде котенка надо убить, и вот он явится. Это все не то, игры для тупых. Мы же программирование изучаем, а это дело серьезное. Мимо внучаев. Какой ты микровнучаев тогда уже. Вот я и говорю, мечта внучаева. Так. Ну, в общем, делаем шаг вперед. И если внизу... Если внизу не равняется дыра, то мы делаем рыжик. Эй, алло. Да. До тех пор, пока не равняется дырам. Вот. Ну и, в конце концов, мы бросаем... Бросаем. Да. Поехали. Вау! Теперь мы живем опасно. Можно сказать, на грани. Ха-ха! Вот в прошлой-то игре давали оценку, насколько ты наговнокодил. А здесь нету этой оценки. Фууу! Да-да, и джампы назад можно делать, и дабл джампы, и рокет джампы, и стрейфы, и доджи, и перекаты в укрытие! Введение в офицерство морали. Мне страшно! Абдаааа! ААААААААААААААААААА!!! Я даше не знаю Хочу я в такой семейке жить или не хочу По крайней мере здесь хотя бы по плечу похлопывают И слава богу, не надо дрочить максимальную эффективность Максимальную эффективность, наверное, и не надо дрочить Но я ж не знаю, насколько я хуёво это решил Вот, оценки нету, чтобы не ранить чувства индусов Но вдруг я сделал что-то не так Не так Я что-то делаю неправильно А сколько слава побывало в тебе? Даже не знаю Даже бытовой прибор может стать менеджером среднего звена Золотые слова Я выше менеджеров Ох, это был прекрасный кофе Кто хочет сделать что-то безумное? Видите эту ровную горизонтальную линию кубов? Как насчёт сойти с ума и сделать её диагональной? Это было бы здорово Оставьте первый куб, где он есть А остальные расположите лесенкой Ха! Данные повёрнуты на 45 градусов Кто вообще слышал о таком? Яр мазерфакер! Глазерфакер! 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 Продолжение следует... 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 Зато у меня теперь 6 секунд вместо 5 Погодите, я что-то не понял Но мой же алгоритм не изменился Нихера Как же так теперь получается, что у меня скорость уменьшилась Я нихера не понимаю То есть операция подъема куба с соседней клетки стоит дороже, чем из текущей У нас же был лучший код Хардкод наш и все Увеличилось, ну да Погодите У нас было среднее время 5 секунд Наибыстрейшее решение выполнял в среднем за 5 секунд Какого хрена у нас, собственно, увеличилось? Непонятно Ладно У тебя лишний ив был сейчас из-за пустой ячейки при первом сравнении Че? Че? Так Давайте дебугать Ну, он не пустой, он нам нужен Он нам вполне себе нужен Так Мне это не нравится, эта игра Будет ли у нас эксепшн? Пацаны, как вы считаете, будет эксепшн? Катчаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Субтитры сделал DimaTorzok Интересно, чем вообще такие игры делать На кого они ориентированы Для чего эти игры вообще Вот смысл их делать В чём фишка Какая фишка в этой игре Непонятно Делай шаг и потом ив Вот так собственно говоря и было Вообще Ничего собственно не поменялось А я так понимаю Эксепшн нам даёт каждый раз Несколько секунд штрафа Те же самые 13 секунд Сырожа, не ориентировано то же, на что и твои стартапы Только пользы от них больше Но заметьте, ваше решение обязано работать хотя бы в 50% случаев Подобрать Второй шаг Ифнад Слева Гото 2 Дропнуть Давай попробуем Так, ну подобрать Видимо Вот в такой В такой позиции Видимо будет дороже Шаг Так у нас и было Нет, стоп Почему 5 У нас же Нет, я чё-то Я чё-то нихуя не понял У нас же так и было Или нет Не-не-не Цель-то достигнута Но я-то не понял Как у нас было У нас же так и было Дня Ваше решение должно работать хотя бы в 50% случаев Вся суть говнокодинга Нет Просто так выгоднее Я вот сегодня Размышлял Например, о 3D-печати Например, почему во многих программах Которые идут вместе с принтерами Такая убогая Поддержка А, да, у меня было сравнение Спасибо Почему такая убогая поддержка Поддержек Такая Тавтология, извините И Одна у меня такая мысль сразу выходит Вот Будет у меня принтер И я напишу свой собственный слайс Который будет учитывать особенности материала Который будет рассчитывать поддержки По сложеннейшим генетическим алгоритмам Как-то мы найдем лучшую позицию Оптимизируем все На максимальный Минимум использования пластика На максимальное качество Чтобы все нигде не отклеивалось Никакие углы не отставали Практика Надо провести эксперимент Ой, надо еще провести эксперимент Как мосты Как что Как когда Как куда ставить Какие варианты оптимальны Ой, а если мы поменяем пластик на другой тип Ой, а если мы поменяем пластик этого же типа На другого производителя Ой, а если мы сменим температуру Ой, ой, ой А что будет И короче Сознаешь такую систему С множеством вводных параметров Подбираешь оптимальное И вот оно решение Вроде бы близко Но уже прошло два года Ты ничего полезного такого не сделал Решения пока еще нет А два года уже просрано Как и куча тонн пластика На тесты Вот А говнокодер такой Который работает в компании Производители принтера Говорит Так, пацаны Хуячим подпорки Куда только можно Да побольше Побольше Вооооо Похуй, как оно будет Все равно мы не знаем Какой у них пластик будет Все равно мы не знаем Что за температура Похуй, ебашь побольше И они вот ебашат И все мучаются С этими подпорками Но в результате у них И деньги И слава И все есть А ты такой Своими научными Оследованиями Вот пытаешься Что-то делать И И никак Ааааааааао И вопрос Кто Кто Больший Мудак Ты Потому что Делаешь Все По уму Или Они Потому что Вот Пидорасы но у них есть деньги у тебя пошли к лифту так я не понял у нас кажется кто то есть у меня голоса уже в голове это у меня голоса в голове были мудаки они лох ты а мне ведь говорили что я мудак ну впрочем мне говорили что я и лох тоже играли же в это уже зачем повтор в этом и не играли участок инъекций важные кубы данных от начальства я расположил их горизонтальными линиями по полу по большей части не могли бы вы заполнить пропуски в каждой линии просто положите кубы куда бы они не подходили порядок не важен по моему под каждым из вас должно быть пустое место я уверен что пока все ряды выглядят законченными никто не станет жаловаться порядок не важен human ресурс машин играли я отсюда про эту игру узнал совершенно верно в human ресурс машин мы уже играли но посмотри повнимательнее в нее ли мы сейчас играем я знаю что во время видео эфиров ты не ходишь по ссылкам но я на али нашел дозатор геля для душа в виде сисек и поясную сумку в виде пивного живота как я жил без этого все эти годы да это просто необходима значит подобрать я теперь знаю что нужно подбирать соседней клетки я знаю что нам нужно сделать шаг возможно и если да это новая часть ты прав перед нами ничего нет равняется а ведь смотрите перед нами если перед нами ничего нет то мы можем тогда давайте так если слева от нас есть кубик если слева то мы бросаем все а иначе мы делаем шаг сейчас пробуем с exception а а и и а хуй-хуй после exception она но не продолжила работать чего не я не понял почему она не работает она же может идти дальше фууууууууу плохо плохо тупо сделали кнопка не работает вот я ее дрочу аES та не работает Эксепшн не Его Если за нами есть кубик И перед нами ничего не отложить Перед нами Ну ладно Есть в принципе счет такая И Это можно за один шаг Посчитать Значит Если слева что-то у нас есть И В середине есть ничего Тогда Еееееее Бля Бля пацаны Как мы хуево написали код Как хуево Пизда Просто Пизда полная Так Так Заметьте Бросить мы можем Только под себя Под ноги Оптимизировать здесь Мы ничего не можем Если у нас Вроде как Одно Как один шаг Ход Че будем оптимизировать Пусолины Так Хуман ресурс машин Я дроп Ебал я с джампами Ебаться А вот в это бы Вот в это я бы поиграл Иф есть Пограммировать Можно Делай по два шага Сэкономим на проверках Ну давай попробуем Только У нас уже Не Мы не умещаемся По количеству кода Но В семь секунд Наш Unrolled Loop Уложился Вот Теперь давайте Уложимся В Пять Байтиков Я вот честно говоря Не знаю Так Давайте думать Значит Подобрать Нам нужно Обязательно Нужно Бросить Нам нужно Шаг Нам нужен А Нам Нам вот это Иначе Не нужно Вот Чего Нам не нужно Иначе Так Значит Если 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 Так Так Да 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 Я Так Дайте Подумать При каких Условиях Нам нужно Пиздавать Все Ежели Ежели факер но работает медленно на несколько проверок за такт это чит и патья погроме не просто погроме сда а ембедить погроме теперь в 5 байт уложился опа без паники это опять случилось начальство послала несколько крайне важных кубов данных и большую часть я положил на пол но по-моему пропустил пару мест я имею ввиду вы тоже не самый внимательный слушатель просто киваете в надежде что я просто скоро замолчу я знаю теперь это наша жизнь и так просто возьмите кубы отсюда и как угодно заполните все горизонтальные линии я ничего не упорядочивал в этот раз наверняка удастся понять куда идти вам ведь понятно куда идти самое такое интересное что нам дали нули мы все нули но очевидно что нам нужно чет подобрать так чё делать-то и как нам делать не ясно совершенно ребята у меня нету идей как это программировать у вас есть я могу только подбирать ну можно сделать шаг вперед и допустим да даже два шага я могу сделать и вот на этом мои способности погромиста уже как-то кончаются я бы рад как того разобраться но непонятно же нам пишут слово смещение куда смещаться я я бы посоветовал сначала по словному руту идти там тебя тебя там научат а еще спросил своего консультанта подсказки там нет откровенных шпаргалок но есть доставляющие реплики где у меня консультант где консультант шаг вперед а тем самый крайний идет вправо до дыры кладет анончик тут есть небольшая проблема у нас нету самого крайнего понимаешь в нашей лучшей корпорации где все люди равны вот где мир дружб жвачка вот в общем все равны у нас большая семья с равными возможностями у нас нету крайнего ну по идее проверять пока не будет пустое место и тут я понял что я лучше программист чем ты ну ладно ах вот она что но тогда все толпой идем га-га-га так настоящий погромист делать все за одну команду чека есть ли слева другой человек и чё не ну идею того что чекать если другой человек мне нравится условия через цифр очевидно нет не очевидно погодите сначала давайте с условиями есть ли слева работник то мы не значится делаем шаг вправо и конечно же у нас будет прыжок мы естественно просто посмотрим что получится в принципе получилось неплохо но несколько бесполезно на мой взгляд все за одну команду кнопку выкал на системе киеве без программирования нажать смогу сможешь ли вообще это неправильное программирование многопоточное вот они должны были сделать один шаг и вот шараёбиться друг на друга а я из программированием ее нажать смогу да ты молодец давайте увеличим скорость только-то медленно они бегают или наоборот уменьшим а ну все а теперь как в прошлой задаче дырки перед ними вот перед этим товарищем дырк нету но то есть дырка здесь и как ты видишь эту дырку заполнить некому так но здесь нет команд равняйсь и смирно плохая игра про коня я вообще молчу действительно что же там делать а есть секс на пляже наверное кто знает что делать то так список условий если так список условий если так берем кубы кидаем начальника и все идем идем на завод работать но это же единственный завод на который вообще можно работать очевидно же и так он clicks россии очень понравилось всем спасибо за внимание хороший игролюбск это просьба тебя забанить так давайте пойдем следующий путем значит а если перед нами перед они то есть если перед нами есть ничего что мы бросаем куб если же перед нами что то есть то мы идем дальше попробуем так что же у нас получится так нам нужен еще один шаг им нечего бросать и пошли домой нет 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 если и еще слева есть куб данных вот уже неплохо но мы дошли до самого конца тепереча если мы уперлись в стену погодите а у нас у нас есть еще если у нас есть еще если если там равняется об стена то мы делаем шаг назад шаг вверх шаг вверх так раз два три четыре пять шесть семь мама я программист программирование это серьезно а можем да а зигзагом это как не ну почти получилось ребята почти получилось вот теперь узнаю стиль начальника даже на квадратиках видна рукомастера ну но не работает не работает так как надо ведь неплохо получалось поначалу вот и даже сортов работала что ты творишь ну я вот так же микроконтроллеры погрумирую если чё вот так нам нужно условия при котором нужно проверить есть ли у меня в руках кубик вот но к сожалению кубика у меня вот проверку на кубик видимо не завязываю вот это это нехорошо и от этого у нас будет случает случаться проблема но проблема случается только в тех трэдах в которых вот она собственно крышка а там где проблема как бы нет она еще не крашилась бросит и джамп доллар так нам подсказывают бросить и и так 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 прыжок в сюда поехали о ееееееее мазерфакер есть правда несколько сложностей не но ведь все работает а что за пункт что-то видимо или куб данных или человек или что-то например стена нельзя положить кубик и стоять не мешать другим можно что мы сейчас и сделали вот но в общем мы не проходим не по размеру байт кода не не по размеру времени выполнения что будем делать ребята а а это ж колополис да а 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 ребята думайте чё я за вас что ли думать буду а что у шага за стрелочка сбоку а шаг можно сделать в любую из клеточек как надо нам надо растекаться вниз и вправо почему я про шаг по диагонали спрашивал но сообразить не могу да да давай еще раз запустим и а то и 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 по времени выполнения пока оптимизируемся ну в принципе можно и так но короче давайте заново начнем да так вот самые умные люди сейчас мне говорят и вещи мы будем использовать как мы будем подбирать ну подбирать понятно вот сейчас ты нам рассказываешь чё как по шагам но очевидно что чекать можно не только пути вниз но и вверх так помню играли в это или точно такое же напомню название в этом они играли это с миллион humans а предыдущая игра в которую мы играли называлась human resource machines от этих же самых авторов здесь в принципе тоже самое только многопоточное программирование а там было одно поточное давайте давайте чё слились тут нам подсказывают что надо обратить внимание на цифире пусть конем ходить так если они будут ходить к днем тут в эту клеточку они точно не попадут так давайте пойдем так значится шаг если слева есть мудак надо будет сделать шаг вот что-то уже немного лучше пода пошло если справа человек идем вниз иначе идем по диагонали так если справа идем вниз иначе по диагонали ну чё круто да подходит ну и если можно бросать ничего и одновременно слева слева есть когда на то можно бросить не немного немного не так можно сектор бубен в студию нет я не знаю что это я нейросеть молодая сначала делаю потом анализирую потом делаю по-другому и снова пока не получу результат ты знаешь я нейросеть уже старая сломанная не работающие но я делаю все в точности также она вот вот это вот девка идет ну слишком быстро а у нас кондишен рейс цены у нас кондишен рейс надо вот этой бабе справа слипов навтыкать и тогда все было бы норм сектор бубен когда сваливаешь всю вину на девопса а чё так тоже можно было последний последний девки скажи чтобы не ходила если может дропнуть вниз мы можем дропнуть только под себя вот но мы так давай скажем так если вне или если внизу равняется нихуя то идти вниз не не очень как-то не очень девка теперь не доходит вот то перелет то недолет вот но это уже лучше чем было ладно давай еще одно условие сделаем если подиагонали справа не пусто идти вниз так 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 подиагонали а так н так не далёт причем тотальный они аккуратно обошли абсолютно все кубики не ну все правильно ведь работает все правильно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давайте начнем инвертировать Ну, в целом результат не поменялся Конечно, слагаемые теперь стоят не на своих местах А, мы еще логику не инвертировали здесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, давайте помощь Давайте бесплатно Рабочим просто нужно будет пройти путь по каждой из этих линий Минуя дыры в полу Как вам такое решение? Короче, я уже все, запутался Давайте пойдем по следующему пути Вполне дыр нужно сделать, вот оно чё! Значит так, если слева есть куб данных И при этом справа... А, нет, стоп! Нет, хуйня получается Нет, если слева есть хуй... Блядь, я не могу это сформулировать! Пиздец, видимо, подсказать не то справишься никогда! Короче, смотри, надо всего лишь нажмите, чтобы перейти к источнику! Чё? Где? Так они должны сделать что-то! Они должны дырочки заполнить! Очевидно же! Так, погодите! Есть ли хуйня у нас слева? А справа у нас... И справа хуй... Нет, так так не пойдет! Давайте с конлайном уж тогда походить! В самом деле! Так, если справа равняется Ничего... А слева... Равняется... Куб данных... Нет, даже не так! Если справа Ничего... Если справа Ничего... Мы делаем шаг направо! Во! Вернее, условный поход вниз по диагонали! Давай придумывать условия дропа! Почти работало же! Похуй! Делаем с конлайном! Так, если справа Ничего, то пиздуем вправо! Ой, сейчас будет больно всем! Ой, сейчас будет всем больно! Не могут ходить через определенный блок! У нас есть условия! Вот мы их как раз и пытаемся подобрать! Вот! Значит... Так! Если у нас справа стена... То есть... Мы... Ээээ... Дошли до конца... То... Мы идем влево! Ха-ха-ха-ха! Ээээ... Эээ... Эээ... Шок! А я хотел тот шаг... Закопипастить! А-а-а-а-а... Вот! Эээ... В общем, вы поняли суть! Жаль, нельзя... Эээ... Закопипастить шаги! Сколько мне нужно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пять, десять, 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 двенадцать! прошлый раз было проще а может просто прошлый раз было проще у нас есть хьюстон у нас проблема у нас есть проблема хьюстон можно ли в этой игре находится пиксельную видеохек строительную 3d душ дедушку нет нельзя так сделай одного из них проводником остальные пусть гуськом идут повернуть сначала всех влево или вправо и вперед так у нас уже дедлоки пошли а ведь даже мютиксов еще не завезли хьюстон что делать и будем я все хотел сегодня пораньше встать и на сишки немножко попрограммить ну таблетки меня подвели им давайте как-то не знаю разнообразие вот был бы здесь хотя бы рандом можно было бы сделать чтобы они вниз дошли прошивку для подводок ты также пишет как игру проходишь да что что остается у тебя есть условия значениями на кубах да а вот поклик уже начальника за компом что так чтобы оптимизировать сначала правильное решение у нас и денег давайте подсказки вот подсказка одна и та же а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хотя погодите, погодите, я знаю Дыры в полу все-таки есть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В распоряжение нашей редакции попала... Аудиозапись! Вот есть синограмма! Что? Потонуло? Да как так-то, а? Блядь, ну не знаю! Вроде все правильно сделал! Ладно, я еще посмотрю! Что значит осталась одна подлодка? Ну как с вами вообще работать-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шаг вперед, подобрать, налево, а дальше змейка через одну строчку Так, шаг вперед Вообще мы подобрать можем с соседних летчиков Вот так пойдет Вот, а дальше говоришь змейкой Так Через одну строчку Только не совсем понятно, как змейка идти Так Так Если Слева У нас Ничего нет То можно идти вот Вперед и налево Хотя какой-то идиотизм, честно говоря Как реализовать змейку, я не знаю Ха-ха-ха Не, в принципе мы этот проект уже сдали В принципе Но с очень хуевыми результатами Очевидно, что если преграда, то вниз на две клетки и разворот У нас нету поворота, понимаешь У нас нету направления, по которому они ходят Стоять на них, навесить нельзя У нас нет переменных Понимаешь? Нам нужно непосредственно вектор задавать, куда они пойдут У нас нету вот Такой роскоши, как стейт Нам тут советовали про цифры То, что цифры не просто так Продублировать что? Моя не понимат Вот так же я и на работе Сижу, все что-то кодят Что-то вбивают быстро А я так сижу и туплю в монитор Так, берем кубы Шаг вперед Шесть вправо Бросаем кубы Если пусто Шаг вперед Шесть шагов влево Бросаем кубы И Так Окей Используй прыжек через дыра А нынчики Я хочу все-таки нормальный эфир Нормальные игры И такие вот шутки, как прыжек через дыра Извините Не надо Первую часть проходил Там вроде попроще Проходил, конечно, но Так В третий раз предлагаю сделать спред по диагонали А потом разбираться с условиями Ну смотри Со спредом по диагонали Вот эта вот бабулька идет сюда, сюда И сразу сюда У нас получается Получается Вот Небольшой кондишен рейс Зачем так тупишь? Туплю, как умею, очевидно Это комментарий Просто комментарий Условия не бесплатные Так Е по Е Маку 83 ЕЦ Идет в бан Так Нам дальше не 6 Опять шагухлает в сторону И по два шага вперед Так Ходить поверх чисел можно? Да Так Так Где-то у нас решение было Так Хорошо Берем кубы Шаг вперед Шаг вперед Нам сказали 6 вправо Только не совсем понятно Когда бросаем Видимо Если Так Если мы можем пойти Слушай, как 6 вправо? Безусловно сделать? Я конечно сделаю Только какая-то хуйня получается Вниз берешь Потом по диагонали Вправо два раза Потом два по диагонали влево Дальше считать Ладно Можем даже так сделать Получается Вот как-то так Может даже в принципе еще раз Влево Ну вот со стенкой у нас был один вариант решения Вот Но он выполнялся Во-первых, долго Во-вторых, он имел Слишком много Кода Когда мы подберем эти кубики То Нуля уже не будет Кстати Действительно Мы можем попытаться Попытаться вот чего У нас ошибка есть одна Нехорошая Давайте мы не будем брать все сразу Давайте мы возьмем Только если Слева Ничего Никого нет То мы подбираем Подбираем И делаем Шаг Вперед Вот Только так Также мы все это в Мейнлуп Оформим Так Есть ли Справа И Впереди Есть Куб Дам Ладно Давайте Сподглав В общем Мы можем Нули Сразу Взять И пойти Вниз Ну вот Пришли мы На клетку С нулем Как ты говоришь Толк-то Такого Так Прыжик Если Если Низ Не равняется Стена Слушай Я не могу Твой лис Проспарсить Так Поднять Вниз Прыжик Прыжик Куда Если Если Вниз Если Если Слушай Я реально не могу Твой лис Проспарсить Если Низ Не равняется Стена Прыжик Шаг Вниз Если Вправо Кубы Центр Ну Нуль Дроп Шаг Так Если Вправо Так Если Вправо Равняется Куб Центр Нуль Тогда Брось Это я сумел Распарсить Вот Шаг Вправо Видимо Подполагалось Как-то Так Ха-ха-ха 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 Я правильно Понял тебя Нет А ведь Я бы мог Быть Директором Завода Сейчас Шаг Вниз Проебал Так Он Условно Был Я еще раз говорю Очень сложно Распарсить То, что ты написал Так Вниз Взял Вправо Вниз Два Раза Влево Вниз Два Раза Вправо Вниз Четыре Вправо Вверх Три Раза Надо Надо Так Внизу Не стена Я просто Я просто Не совсем Понимаю Кого Из вас Слушать Подобрать Подобрать Так Подобрать Шаг Вниз Вправо Вниз Два Раза Влево Вниз Раза Когда мы бросать Ваш Код Это ты так Программируешь Я Че Я их еще бросать Нужно Они не умеют Ну вот У нас есть команда Бросить Вот Видишь Бросить Периодически Надо ее Нажимать Вот Видите Вот так Мы и программируем В том числе На заводе А че Оно не само Иногда Раздается У нас В коллективе Что сделать То надо Нам нужно Вот эти Вот Вот этими Блоками С нулями Заполнить Пробелы Вот В этих Линиях Очевидно Ну вот К ней Условия Бросить Если не Центр Справа Есть Ящик После Каждого Ладно Давайте Так Если Так Если Центр Равняется Ничего И Справа Есть Ящик То Бросить Вот Тебе как-то Надо все это Взять И Раскопировать Вот Вот Контрол Ц Контрол В Тут Не Работают Вот Насчет Каждого Я как-то Не Подумал Вот Вот Там Небольшая Сложность Есть Нам Предлагают Копировать Так Хорошо Так Почему это называется Участок Инъекции Непонятно Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Чуть-чуть, а, немножко! Вот капельку не хватило! Нет, в отдельности их нельзя запускать! В этом вся фишка! Бросай уже всё нахуй! На тринадцатый год! Зато смотрите, как охуенно мы анрольнули наш луп! Видите, как охуенно мы анрольнули? За 9 секунд вместо целевых 55! Е-мазерфакер! Е-е-е-е! Нам подсказывают, чьи цифры это делается! Не благодари! Не благодарю, потому что ты не сказал, как именно это делается! А так мы знаем, что внутри компьютеров и роботов цифери! Так что ничего нового ты нам не открыл! Так что благодарности не заслуживаешь ни разу! Можно, конечно, сдаться! Сказать, что решение работает! Оптимизировано для полётов в космос! Вот! Ну и вот всё такое! Когда эфиры по Ти-100 и Шэнджин! Шэнджин требует Директ Икс не то десятый, не то одиннадцатый! Я бы не против его навернуть! Вот! Значит, Ти-100, ну как-то слишком олдскульно для меня! Я пытался его навернуть, и как-то не особо пошло! Так! Если слева цифра пустые кавычки, то вправо! Профит! Лойс сдаться отложить! Так, нам пришло решение! Давайте его запробуем! Зачем нам по основному руту-то идти? У нас уже тринадцатый год пошёл, как мы тупим на этом уровне! Тринадцатый! Я... Я уже... Умею... Работать! Так, значит, шаг вниз... Подобрать... Шаг вниз... Шаг вниз... Один... Шаг вниз... Шаг вниз... Шаг вниз... Если дыра, бросить... Если... Ничего... Бросить... Если стена... Слева... Прыжок... Так... Если... Стена... Слева... Прыжок... Номск... Номск... Говорят, что... Прыжок... В три... Очень странно... А, это метка была... Так... Я неправильно... Сейчас... Сейчас мы... Да... Так... Вот сюда мы прыгаем... Шаг... Шаг... Вниз... Шаг... Вниз... Вниз... Я разобрался... Я... Сейчас все сделаю... Шаг... Так... И... Если... Так... Если... Слева стена... Прыжок... И... Вот... Вот... Так... Если... Ныра... Бросить... Так... 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 Если... Справа стена... Прыжок... Один... Так... Если... Забрала стена. Дорог. Шаг вправо, прожжёт четыре. Шаг вправо. Шаг вправо. И прыжок. Так. Вроде ничего не перепутал. Давай ещё раз чекаем. Так. Три, четыре шаг. Нет, стоп. У нас уже расхождение. Будет шаг лишний. Пять. Если шесть. Так. Если... Хм-хм-хм. Так. Мы... 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 Мы залупились уже. Так. Так. Так-так-так-так-так-так. Семь шаг влево. Мы где-то потеряли шаг влево. КюрьQ Играет. Ух-хм... Так. КюрьQ Аagh КюрьQ Так. Промежутки, вот, пустые промежутки. Зачем шаг-шаг, если всё оптимизируется зацикливанием? Ну, тогда и нам своё зацикливание. Крутое. Я не совсем понимаю, зачем тебе прыжок 8, и когда в 8-й строке ты прыгаешь на 5. О, спагетти пошло. Так, погодите. Так, а, да, вот теперь хотя бы ты не делаешь 2 джампа подряд. Так, пятое. Значит, шаг вниз, подобрали. 5, шаг вниз, дыра бросить. 6, если... Так, слева стена прыжок на девятку. У нас девятка и девятка. Так, значит, дальше шаг влево. Вот, мы неправильно сделали шаг. Шаг влево и прыжок на пятёрку. Пятёрку у нас было, если дыра, то бросить. Да, всё правильно. Потом у нас после прыжка шаг вниз, шаг вниз. Да, всё так. Так, если дыра, бросить. Если справа прыжок 3, то есть после подбора. Так, вот сюда надо. Так, шаг вправо и прыжок в 11. Если дыра, то бросить. Да, всё, всё так. Поехали. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, почти. Почти. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Почти. 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 не достаточно хардкорное решение я бы не сделан не в жизнь не знаю так ладно хватит аучировать за 11 нам нужно осилить так шаг вниз подобрать шаг вниз шаг вниз шаг вниз подобрать шаг вниз шаг вниз все как как вы написали так оно и работает тем более что я бы добавил еще один шаг после долг мы подбираем вот сюда куда сюда куда я не знаю куда а нет шаг сюда и шаг сюда пробуем так есть проверка на дыру в полу есть еще разок если под ним цифра звездочка то вправо если дырка положить и зацикливаешь движение профи да просто шагать вниз пока не найдут клетку нельзя потому что справа есть дырки короче я не до конца понял механик пусть на три клетки вниз пройдут сначала они почему-то две идут нет на три они идут давай давай очень медленно выполнять эти шаги которые добавил уберу давайте по шагам делать вот мы сделали первый шаг это не прошли на первую клетку вот подняли вторая клетка и вот третья клетка чё не так вот они как раз стоят на трех клетках ну и пошли дальше нет твое решение рабочие только нас было сначала мы его немножко исправим да точно погромист не знаю да вот собственно я это и хотел сделать так вот и 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 Так, шаг вниз, шаг вниз, если что бросить или если справа снялась, так. Этот прыжок идет. Вот сюда, а вот шаг вниз, шаг вниз, идет вот сюда. Так. Вроде так. Нет, не так. Так, что-то я окончательно сломал. Я тут окончательно все сломал. Ты сломал прыжок в конце, а вот и все. Так, погоди. Ctrl-Z в блокноте исправь заново. Там будет еще хуже. Так. 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 Вот. Этот прыжок. А этот прыжок надо вот сюда. Ну все. Ну все. Ну примерно как и в моем самом первом варианте. Тоже 18 строк И тоже Время в районе 70 было Ладно Нам говорят, что надо пройти за 10 строк Да! Значит, подобрать Если Внизу Больше Что-то Больше равно Чем Единица Во То, что же там писал Так Если под ним цифра Звездочка-звездочка То вправо Так, то мы идем Вправо Так, окей Далее Если дырка Положить А, видите Поднимем Так Положить И зацикливаешь движение Ну Зацикливать Зациклил Но это явно не то, что нужно У меня ЖС протек От условий Работник Больше Или равно Двум Так Не больше Или равно А равняется А равняется Чему Тогда Уж явно Не единица А вот это Уже GS Или даже По ХП Такое Какое условие Хотя бы имеет смысл Равняется Чему Куча разных цифр на пути Угадай Ну Не знаю Твой же код Вот Твой код Он не работает Мне казалось Что питон Ну На таких Экзотических языках Я Не разговариваю Давай добавь Для разнообразия Шаг Что ли Вниз В общем Твой код Который ты В течение часа Пытаешься Нам скормить Он конечно Короткий Но Совершенно Не рабочий Вот Даю тебе Еще пару минут Чтобы ты Дал Нормальное Решение Вот И Тогда Может быть Мы Вот Осилим С твоим Правильным Охуенным Решением Я лично Не осиляю Вот А если За пару минут Ты нам Нормальное Решение Не дашь И будешь Простить Чтобы мы Что-то Угадывали То Мы Пойдем Дальше Тебе Видимо Хотят Предложить Если 27 Идем Вперед Если 75 По Диагонали И так Далее Я вот Об этом Уже Подумал Но Тогда Мы Точно Не уместимся В один Этот Строк Кода Никак Так Не Я-то Решил Но Вы Развлекаетесь Ладно Ладно Хорошо Вас Понял И Снова Здравствуйте Опа Без Паники Это Опять Случилось Это Наша Жизнь Уместимся Ор Условия Бесплатные Ж Ты Уверен Что Уместимся Через цифру Только Поворот Это все еще тот же уровень Да Мы Тупим Так На одно Смотри На одно Условие У нас Уходит Две Строчки Учитывая То Что Мы Нам Нужно Подобрать Лук Сделать Это еще Две Строчки Итого На условии У нас Входит Пять строк Как-то Пять условий Ну Не Не Влезаем Короче Я За Нахуй Вернулся В десятый год Я только что Получил Факс Вы Вы Используете Неминуемые Сладкие Пирожные Ой Испытываете О Здорово Ой То есть Неминуемые Структурные Повреждения Похоже Что комната Рушится И нам Нужно Срочно Искать Выход О Нет Давайте Прочтем Дальше Одно Из отверстий В полу Ведет К мягкому Падению Внес В сильные Статные Руки Спасательной Бригады Кто Это Написал Эм Если Ты Не Смотришь Зачем Тебя Разбанивать Это Это Забаню Если Ты Не Смотришь Кто это написал? Все остальные отверстия ведут Комучительной смерти Для поиска правильного путем Воспользуйтесь инструкциями отсюда Замечательное решение Так, найдите путь к экстренному выходу Сначала найдите ближайший куб Затем Есть ли значение на кубе Шаг вверх, шаг вправо, шаг вниз Шаг влево Есть ли значение на кубе Ну что, давайте исполнять инструкцию Шаг вверх, шаг вправо, шаг вниз Шаг влево Ох, вот теперь вообще Изда, если нам задание делать Так Это, конечно, все хорошо Но я думаю, надо пойти влево Мне так кажется Это решение к текущему Или к предыдущему уровню Видимо, к предыдущему Потому что здесь Шестерок у нас Нету Давайте посмотрим, чем будет Все мертвы Могу написать на гугленные решения Прошлого уровня Мы же читеры Да, там сайз плюс спид сразу в одном Нет, мы не читеры Это мы сами аутируем Да, повседневная работа Она сложна Вот нам дали Как бы очевидную вещь Но есть нюанс Мне сказали Значение А Стоп Если значение на единиц А, я не понял Я не понял, что здесь написано Если нужно кучу, если Мы это сделаем Продвинемся И неправильно Я подумал, что это по очереди Надо дополнять Сори Это по-практу У меня снижены Когнитивные способности Сейчас мы исправим Вот Ну, как-то так Столько народу дохнет Так Меня тут назвали Стримером Я не очень понимаю Что происходит Но У меня есть одна волшебная кнопка Зачем тебе 9? Вот ты специально ведь оставил Ради аутизма 9, 9 строка мне нужна Да, я знаю, что я оставил Потому что смотрите Если мы Если мы 9 строчку уберем То у нас все хорошо Нужно куда-то добраться Куда именно Не очень ясно Но судя по Спиральке Нужно добраться Вот в эту точку Вот Мы реализовали Инструкцию Вот техзадания Пускай не с первой попытки Но реализовали Ну, в принципе Это решается Условным Если Если В центре Ничего То Идем Да, если в центре Ничего То идем Влево Зачем на Мелс? На Мелс Пока не нужен А зачем Шаг с точечкой В центре Он как бы Не имеет смысла Вот примерно так А нынчики Вы сейчас видите И работают Различные ДСП-фильтры Всякие Фильтры В фотошопе Там В видеоредакторах Вот примерно Так оно и работает Вы думаете Почему Эти фильтры Так тормозят Причем В отличие От говнокода Который Выполняется Просто В компуктере Мой продукт Может еще Травмы Нанести При неправильной Эксплюатации Ну и При правильной Наверное Тоже И да У нас Бесплатные Очереди Мютексов Нам не дали Но Бесплатные Очереди Дедлоки Уже Завезли Это уже Неплохо Спасибо Мы примем Ваше Предложение Рассмотрим В следующем Квартале Давай посмотрим Чем дело Кончится Сейчас Пробуем И прошлый Левел А кто Тебе мешал Сделать If Else If Else И так далее Зачем Нам так Делать Ну Немножко Быстрее Бы Выполнялось Наверное Раза В два Всего Лишь Есть Ускорялка Конечно Но Также Аутичная Можно Вот так Продолжение Ого Ого Спасибо Ого Прекрасная работа! Хорошо, теперь мой очерёд Не поможете мне? Я не умею программировать Я всего лишь менеджер Нужна спасательная бригада В общем Мы сделали максимально Через жопно По времени Примерно В 10 раз Через жопно От того, что нужно И на две строчки Больше написали Что делать будем? И так сойдёт И не сойдёт Вложенная И в Элс Давай прошлый пока Зато у нас код длиннее Здесь Чем длиннейший код Тем как бы Хуже Так, давайте Так, давайте в Элсы Попрячемся Так, что-то мне подсказывает Что это ещё желательно как-то отсортировать Например, начнём именно с четвёртой Потом, если что, единица Потом Потом Потом, если двойка Потом, если что Тройка А если четвёрка То Так, что там Вот так должно быть Как-то так 4 Это безусловно Элса Проверку пустой клетки Можно выкинуть Проверку пустой клетки Выкидывать Как раз нельзя Это Нам Нужный для нас Элс Так Мы можем только вот так Оптимизировал с 11 до 15 Нас ещё длиннее Максимус индусикус Ну, время, как я и предполагал В два раза упало Но Всего лишь в два раза Даже Меньше Чем в два Вот А нам нужно В десять раз Меньше времени Если вверх То вверх Иначе Если вниз То вниз Иначе Если вправо То вправо Иначе влево Выкинули Выкинули Так Блядь Открой список Вторых условий Пока не скажу Закрыть Ух Ух Я прошел первую часть прохождения. И даже это не просто на последних уровнях, где нужно правильно вводить код на 50 строк. Так, представляю, как работает программист, они гении, все вычисляют, умеют перед тем, как показать, делать эту компу и просто это экспериментирование, пока не получится и не заработает. Не зря же программирование называют творческой профессией. Я вот экспериментирую, или я бы сказал, трахаюсь, пока не заработает. Так, проверяй, как работает сравнение направлений и закрой список. Так, сейчас мы допроверим. Просто человек струм лагал и... Так, давайте вниз, вниз, иначе вправо... Если вправо, то вправо... Иначе так... Если... Вправо, то вправо... Вот так... Вот так... Иначе... Если... Влево... Так... Вот... У нас каждый иначе потребляет по одной строчке. Так... Итак... Шустренько... Но все умерли... Чё-то мы где-то ошиблись... А... Вот... Шустренько... Но все умерли... Чё-то мы где-то ошиблись... Расс관�да clinicians, Peru, Киев there... Здесь... Здесь... Оф- Днём Погоан Локstand beide. Поехали país от 2-15erver до 2-15... Это... Бто шустрели... А... У- 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 Пidor... Сphasу... Ветерик Микаи... Готовимер... У- У- А-а-а... фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу ты пойдешь направо может быть налево ты же королева ты имеешь право на любой ход я по моему как-то через проверку ямы делал проверку стены для нижних еще не бегал по всем квадратам и шел на прямую а что здесь можно идти и напрямую к дырке по дыркам в общем, тотальное фууууууууу пока пойдемте к лифту на участок инъекций раз таблетки принимаем значит надо инъекции вот уже У меня Эллс перед глазами всё плывёт уже. Так, взять... Вниз. Цикл. У тебя есть слово «цикл»? Вау! Шага. Вниз. Цикл. Если вправо не равняется стена... Если вправо не равняется стена... Шаг вправо. Так, и закрыть цикл. Но у нас нет цикла, у нас есть прыжек! Так, это у нас есть ли и цикл. Потом у нас есть ещё раз открывается цикл. Если лево не равняется... А, да, здесь нам не равняется поставить... Стена... То шаг... Влево. И... Дроп. А, так, и центр не пусто. И центр... Не... Пусто. Шаг влево и дроп. А, и снова цикл. Закрывается. Так... И... Снова... Цикл закрывается. Ну что... Охуенное решение. Так... Так... Два внутренних лупа внутрь ифов. А... Как их внутрь? Так... Так... Это будет вечный цикл. Да и как-то... Ладно... Скажешь... А! Я понял. Вот так. Все правильно! Это играть... Эээ... Бегать соло-утистом. Смотреть пламо жопы дождь из глаз. Не смотри. Поехали. Такое красивое решение Мне даже нравилось это решение Но что-то пошло не так Да это же мой алгоритм, как не стыдно его спиздили Очень красивый алгоритм, мне нравится Так, смотри, манерное решение Так 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 Так, шаг вниз, ага, понял Да-да-да, я уже увидел Спасибо Только мы здесь можем мейнлуп вот так просто гвинуть Вы все не успокоитесь? Нет Надо просто в начале двигаться вниз, двигаться до пора, заполнять блоки Дальше сочинять Ну так я уже решал Стой, есть сверху вкладки, не проёбывай А нам надо что-то проёбывать Ееее! Ееее! Не, а чё, очень круто В общем, вы двое молодцы Мы тут аутировали, аутировали Ну, вон уж как просто решается Но совершенно другим способом А не то, что мы Так Иначе Есть желающие соптимизировать До девяти строк Хотя бы И желающие имеются Нет идей Так, по идее По идее Есть вот такая перемычка Как я тебе решать буду Если цифры зашакалены Один, один, один Четыре Четыре Три Три Четыре Четыре Один Один 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 1. Ну и, собственно, вот оно описание, которое мы по техзаданию вот и сделали. Как работает проверка направления. А чего она нам даст? В чем нам надо каким-то образом цифры от направлений? Да ты что! Я уже догадался, что 4 это влево. Тут так и написано. Видишь? Так и написано. Более того, наше решение уже работает. Вот. Есть только одно... Точнее, две проблемы. Во-первых, наше решение слишком длинное. Во-вторых, наше решение слишком медленное. Они точно могут ходить в текущем направлении. Ну, шага есть оперант куда-нибудь. Давай сделаем шаг. Вот оно сразу вот спрашивает. Куда? Если его просто сбросить вот сюда, оно, видишь, сразу поп-ап выкидывает. Если просто не выбирать, оно выбирает вниз. Так что текущего направления, похоже, нет. Вот они подпрыгнули вверх. И как стояли ебало вниз, так и стоят. То есть, все-таки нет такого. Масштабирование интерфейсов, оно само делает. Масштабирование. Так. А без иначе никак. Можно и без иначе. А, собственно, да. Нам, в принципе, это не особо-то и надо. Но тогда у нас будет еще одно условие. Давайте так. Мы без если... Если... Равняется 4. Или... Равняется... Нихуя! Вот я и сэкономил как раз. Это мой оригинальный первый вариант только с Илли. О-хо-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ееее-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Еее! Где у меня условие направления? Так, теперь давайте делать кратчайший путь Значится так Нам подсказывает, что если стоим на единице то пиздуем вверх Так В ёбаном сравнении И Что из этого есть направление? А, направление, да А что направление? Газель, а что направление? Но я что-то не понимаю Как это поработает? Если текущий Если я Иду туда Эээээ Нихуя не понял Да Ну, например, вниз Мы делаем шаг вниз Моя не понимать Как это работает Вообще Обыдло код От этого и получается От того, что Погромист не знает Сей возможности Той платформы Под которую Программет Так Так Хорошо Давайте сделаем Всем шаг Вниз Теперь Теперь Как бы направление Должен быть у всех Одинаково Потому что я их Выровнял Здесь Что вы пытаетесь Сделать? Мы пытаемся Провести Человечка Вот сюда За минимальное Число ходов Как-то так Так А что тут сложного? Ну, мы не оселяем Очевидно же Так Нам дают решение Шаг Вниз Влево Шаг Вниз Влево Если Слева Не дыра Шаг Влево Если Слева Не Дыра Шаг Влево Если Слева Дыра И справа Равняется Три Шаг Влево Если Слева Дыра И Так Равняется Дыра И Справа Три То Шаг Влево Если Сверху Не Дыра Шаг Вверх Если Сверху Не Дыра Шаг Вверх И Готов 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 Сюда В противном Случае У нас Все Лупится Мы Застряли Предлагаю Хардкодить Путь Предлагай Ну Пробка Может и Образуется Но Они Друг за Дружком Паровозиком Мютексы Здесь Автоматические Вот То Решение Что Он Предложил Вот Оно Работает Так Крайней Мере Если Я Его Правильно Реализовал Продолжение следует Ну В три Наверное Надо Наверное Готов Для Начала Не Уверен Может Побольше Побольше Ходов Вниз Сделать Не Нихуя Так А что Там Были Шаги Вниз Так А шагов Вниз В программе Не предусмотрено Кроме Самого Самого Первого Это Из того Что Нам Дали Тут Проблевовчок У нас Вот Есть Побед Она Написала Фактически Нам Две Победных Комбинации Ну Вот Если Единица Вверху Дырка То Надо В нее Прыгать Это У нас Первая Победная Комбинация Вот И С Тройкой Вот Она Если Мы На этой Тройке Вот Мы Здесь Можем Прыгать Вот Но Он Не Учел Что Надо Сюда Добраться Еще По Спирали Я так Понял Уже Пробовали Ну По Спирали Это Слишком Очевидно И Слишком Долго Опять Так Нам Нужно Сделать Вот Что Если От Единицы Вверху Слева Дыра То Идем Влево Вот Так Если Нет Упадут Так Если Слева Не равняется Дыра То Идем Налево Да В принципе Все Правильно Так Но Стройкой Имел Ввиду Перешей В него Надо Попасть У нас Дальше Условия Не Проверяется Нам Нужно Попасть Сюда Потому Что Если Мы До Тройки Дойдем Вот А Нет Стоп Если Влево Равняется Дыра Да Идем 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 И Падаем Вот В эту Дыру Так Что Не Особенно Хорошо Так Что Давайте Действительно До Перешейки Дойдем А До Перешейки В принципе Че Идем Давайте Сюда Трожек Добавим Уже Лучше Стало Нам Не Надо Поверху Ити Нам Надо Влево Вниз Влево Вверх И прыгать Так Нам Прыжить Нам Нужно Больше Прыжить Так Почему Они Стоединиться Не Могут Пойти Нормально Потому Что Здесь Не Дыра Если Слева Не Дыра Они Должны Ити Влево Какого Куя Я Вас Спрашиваю Почему Они На Перешей Книгу Тех Должны Стоя 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 Сначала игру пройди, а потом уже выполняют дополнительные условия. Они кроме повышения ЧСВ ничего не дают. А нам что, игру пройти надо, что ли? Или ЧСВ повысить, а? Так, ладно. Так. Мама, они уже перешейк проходят. Отлично. Мы как-то разобрались дальше. Нам нужно теперь разобраться с тройкой. Если слева нет дыра, и тройка, почему-то я иду влево. Надо все-таки идти вниз. Очевидно. Так. Ах да. Пару отдельных строк придется для нижних и верхних. Ну, мы по размеру уже прошли, как бы, по спиральке. Поэтому похуй на размер кода, в принципе. Мы и так, и так пройдем. Так. Я опять не совсем понимаю. Если слева нет дыра, а вниз мы можем упасть? Мы... Слушайте. А, мы только здесь можем вниз упасть. Не, ну, в принципе, если тройка... Давайте так. Если текущая равняется тройка, то вниз. Ну, спускай будет померок. Ну, в данном случае, на всякий случай, где бьем крыжем. Так. На всякий случай. Вот. И вот с этого момента... С этого момента нам нужно как-то идти вверх. От четверки мы можем идти... Так, не стена, а не дыра. Так, если сверху пусто, или сверху 4, то вверх. Это я все сломал. Ну, вон начальник вроде как-то по-другому обыграл. Дальше все изи-пизи. Я опять запутался. Я опять запутался. А-а-а. Короче. В пизду все. Это не нахуй. Нахуй и в пизду. Так. Значит, сначала мы идем вниз, влево, вниз, влево, пару раз, дальше мы, если, нет, в случае чего мы всегда идем влево, просто всегда влево. Вот, там влево, но если только влево нету стены, ой, дыры, так, если дыры слева не равняется дыра, потому что иначе мы упадем, очевидно же. Потом, если вверху можно пройти верхом, мы идем вверх. Так, отлично. Теперь, например, если вверх мы не можем, идем вниз. На тройках нам, в принципе, только вниз можно идти, потому что нигде больше тройки не встречаем. Так. У нас небольшая проблема. Может, в принципе, фиксится все так. Или не так. Или не фиксится. Ну, как-то вот так, да не эдак. В принципе, если бы сейчас можно было у них взять направление, то мы бы легко пришли бы к победе. Но, как работает направление, не очень понятно. Если бы сейчас мы сделаем пачку ифов, то мы опять-таки всрем производительность. А мы ведь именно производительность пытаемся отыграть, чтобы по спирали не ходить. Так. Так. Отходил вписывай в если еще и или. Это не расходует строки. Это я уже понял. Ну, у нас все равно получается большое количество строк и заполнений. Так. То есть и, а не и. Ты понимаешь, чтобы писать и, надо его еще придумать. Так. Ну, в принципе, можно пойти очень тупым путем. Действительно, ходит все как есть. Если мы стоим на четверке. Какой, ребят, я сегодня нажрался дешевый, дешевых сосисок. Такая дрянь. Зачем я это сделал? Так. 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 Ну, как-то так Хоть один-то дойдет Нет, не дойдут Не дойдут Хоть один Так Проходим по максимуму Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ я вижу твое решение если ты не заметил метод свое решение вот уже почти я уже почти доебал его чего придумывать когда у тебя не первый раз я прошли до поворота наверх можно было писать координат поворота наверх если стены 4 сверху стра пропасть the go to там другой цикл с движением наверх и проверка следующий координат поворот не знаю понятно ли я писал я не программист да я как ты видишь тоже не особенно это деньги за это получаю не у нас только один путь только вот он самый кратчайший путь мне не совсем понятно почему у нас мы доходим до 1 четверки блять не я видел твое решение я не собираюсь его делать пока я свое не закончу а а ладно так шаг влево вниз шаг влево внизу да потому что на 4 он может и пропасть и пропасть должен пролеть сверху и снизу через зону впиши условия сейчас разберемся ошибки показать человеку если не было действия если слева дыра в результате нахуй не нужно ну как обычно ну вот вот теперь обидки пошли так особенно когда уже начал если слева дыра там же несколько вкладок же нужно было ничего где вклад а так если слева дыра и справа так а мы не можем и или одновременно не можем или на скобок то нету или слева не дыра на скобок то нету или центр равняется 4 тогда шаг влево я не уверен что сработает если слева убирает центр 3 то тогда шаг влево так если сверху не дыра и и все и и и и и и и в в вроде так но вот здесь у нас скобочек нету поэтому я предлагаю разделить на два условия Потому что я не уверен, как будет это работает. Внезапный ответ, твоя мамаша. Внезапный ответ, твоя мамаша. Слева не дыра, или центр не четыре. Слева не дыра, и центр не четыре. Вроде всё правильно, как ты и описал, но немного померли. Анонечка, если ты не заметил, мы тут в Игорю играем. И открывать твою ссылку, как-то вот нет времени. Да и желание. Да, я реализовал правильный алгоритм. Но он не очень рабочий оказался. Так, э-э-э. Эй, говнокод. Так, теперь мой говнокод. Что мы там остановились? Почему-то с четвёрки оно и вверх не идет. Хотя вот у меня тут явно написано, что если четвёрка и вверху есть ничего, то надо идти шаг наверх. Вот, по какой-то негативной причине оно вот не хочет сюда идти. Оно выполняет шаг налево. Налево, потому что если не дыра. Вот, давайте на это, если мы всё-таки уберём. Ёб твою мать. Ну вот хуй ты стоишь здесь? У тебя же... Э-э-э... У тебя же в центре четвёрка и вверху ничего. Почему ты, тварь, не делаешь? Почему? А, он пытается. Может, у него слева не дыра. Ммм... Ну, он застрял. Слева не дыра. Не так не хочется свечкейс реализовывать. Но, похоже... Похоже, придётся. Так, четвёрку не попадаем. Хм... Может быть, здесь всё-таки добавить и не. Добавляем магическое и... Есть, если слева не дыра. А что у нас слева? У нас... Ну, вот этот перешейк нужно перейти тогда. Ну, как мы его будем приходить? Здесь... Здесь никаких и... Не остаётся. А что если им... Задать противоречащие друг другу условия? То, что они выберут то, что первым задано? Видимо, да. Так, если слева не дыра. Издавать влево. Ну, вот. Ну... Ой... Так... В общем, вставляем покладки. Мы изобретаем свитч-кейсы. И... Я... Я... Выжили не все! Выжили не все, но уже лучше! Гораздо лучше. Так, если слева работник и снизу не дыра, то сделает шаг вниз. Так, уже гораздо лучше, гораздо лучше! Так, от этого шага можно отказаться. Только некоторые сумеют с помощью моей программы спастись! Это не для всех! Ну, это уже, конечно, садомия. Если слева работник и сверху не дыра, Сделать шаг вверх! С каждым улучшением спасается все меньше и меньше людей! Вы понимаете? Спасается все меньше и меньше! Остальных убей в конце кода! Я бы не против, но команды такой нету! Вот спаслось три человека и норм! Не могу найти дыру, дай совет! Просто идешь и без задней мысли находишь! Как же вот сложно вот этому человечку особенно найти путь! Если слева нихуя, и если справа нихуя, тогда делаем шаг налево! Бля, почему нельзя одному аутиста найти? Не знаю! Ой, какой нам лестник прилетел! Километровый! А там, all team members must survive до цикла, если сверху дыра или сверху работник идти вверх в цикле! Так, давай! Если сверху дыра или сверху работник, ну это дедлог получается! Это получается дедлог. Поздравляю! Ты всех убил?! А-а-а! А-а-а! Сколько же я сегодня людей перебанил? Вы даже не представляете Вот А-а-а! Так Видимо, что-то Берем программу Ну как-то уже немного лучше Еще сотни строк Замечательных условий И все будет Хотя не совсем понятно Если слева работник И внизу не дыра То они должны сделать шаг вниз А, ему вот это вот условие не дает Если слева ничего Странно Эта игра называется 7 Billion Humans Так А, до цикла То есть, ты хочешь убить всех Кроме одного Давай Если сверху Равняется дыра Так, и И Сверху Работник Идем вверх Ну, толк вот этого Умрет не так уж и много людей Ожидалось Так Теперь нам нужно вводить Длинный Длинный Листинг Вот всех кроме одного и одного легко доведем так значится если вверх равняется дыра шаг вниз и джамп 1 иначе если вниз стена шаг вверх так иначе закрывается если закрывается если вверх равняется дыра шаг вниз если вверх равняется дыра шаг вниз и джамп старт иначе если стена равняется вниз будем считать что ты лишнюю скобочку написал джамп 1 я просто не совсем понимаю куда оно должно джампаться но будем считать что так джамп 4 конец что такое джамп 4 конец джамп 4 1 конец я не понимаю твоих джампов возможно я сейчас слегка нарушу весь аутизм но выжить должны все ну вот так короче перепиши пожалуйста свои листья чтобы я понял куда джамп указан обычно в ассемблере используется метка какое-то слово двоеточие и вот к нему потом делается бота ну или всмышки так так нам предлагают исправить другой анонс свой корс так шаг вниз влево если слева дыра да если слева дыра и справа равняется 3 выложились в любом стандартном синтаксе да и все а то все свои ассемблеры изобретают я боюсь что тот анончик не знает каких-то стандартных ассемблеров так так делать все в одном если джамп старт джамп с надписью конец без надписи а куда они ведут эти джампы так и справа и у нас скобок нет а у тебя анончик в годе скобки так что мне все равно придется разбивать так шаг влево и и слева не дыра и и центр и центр и не 4 и а стоп ладно я напишу как в твоем коде как разбивать не нужно ладно ладно только я не совсем понимаю как это выполнится где и а где или окей или слева не дыра но это уже похоже на какое-то прохождение готовое я лично не понимаю как это будет работать и центр не равняется 4 тоже похоже на какое-то прохождение заранее известно и низ не равняется 4 так или вверху стена или внизу стена или внизу стена и центр равняется 4 4 честно говоря не очень понимаю как это работает так выбрасываю если слева дыра и центр 3 то шаг влево и вниз если сверху не дыра и снизу стена и центр равняется 1 и и и слева дыра так шаг вверх и прыжок а где у тебя вторая метка а я не вижу второй метки у тебя куда прыжок то делась алё а сюда я не вижу метки а прыжок надо Сережу заставить в это играть попытались ну что и следовало ожидать первая часть как программирование для детей а это скорее уже тренировка для реальных программистов так что если не осилишь всю игру хотя бы хотя бы хотя ты на минимале результаты считаешь что не тру программист у нас что-то пошло не то давай еще раз мое так твое я распарсить не могу что означает джамп у тебя это куда они идут у тебя вот есть джамп 4 3 2 конец старт конец это как джампа есть один аргумент это куда мы прыгаем программист программисты таким аутизом не занимаются ты не представляешь каким аутизом занимаются на моем заводе я тебе предлагал разбить на кусочки логические ты не я вот не понимаю как это вообще может работать вот это вот уже мои любимые портяночки джамп старт откуда конец куда аааа давай покажу каждый изобретает свой ассенблер и вообще теперь это игра про чипу если слева не дыра сверлим если снизу работник режем аааа вообще это не игра про чипу потому что обычно в чипу используется ж-код а условий там практически нет так что не получится за чипуушить это да сейчас мы будем пытаться распарсить я вот даже выведу этот пост чтобы все видели что-то меня корежит это программирование перетаскивание в ГУИ хорошее программирование я ведь хотел на программиста идти учиться а мне постоянно все втирали что программируют короче математика одна я естественно ссыкнул теперь я здесь эх мимо прошел с условиями не особо напрягаясь вот меня тоже пугали я ведь художником хотел быть мама давай попробуем хакнуть правилам деморгана я быдлый не знаю что это такое бля отошел на час а тут все тот же лево вы игру до конца кода проходить будете ну да такой закончится коду игра будет пройдена очевидно же самое забавное что художником стал я лол нас с тобой поменяли я достаточно скобка блядок да вот анонечка скажите вот тут ассемблер который на главный это он товарищ достаточно скобка блядок а так если слева не дыра не дыра или или справа не равняется трем и слева дыра или если слева не дыра справа не 3 и слева и слева дыра и ли центр равняется четырем или я сейчас палец на мониторе держу чтобы это распасаться или низ равняется четырем центр центр равняется четырем или низ равняется четырем и внизу не равна не яйца стена или центр не равняется четырем тогда влево слева ой так если слева дыра и центр равняется трем тогда шаг вниз если сверху дыра или снизу не стена блять Такие вопросы нужны на сеансы психиатра. Вот психиатр, я думаю, там любит такие вопросы. Или снизу не стена. И центр не равняется единице. Или слева не дыра. Тогда идем вверх. Поехали. Все мертвы. Вот нам пишут. Недостаточно. Скобки есть, но код императивщина какая-то. Фу. Нет, пиши в S-Expression нотацию. Это как блин. Недостаточно. Нужно добавить скобок. Слушайте, чтобы описывать каждую ключевую точку матрицы 3х3, здесь нужно использовать матрицы свертки. Для того, чтобы использовать матрицы свертки, ну, можно было бы, конечно, использовать какую-нибудь библиотеку для конволюшена, а лучше использовать сразу сверточные нейросети. Дайте я пошучу. Я уже чувствую, как я жалею о своей шутке. Сначала мы выбираем работников. Работников мы сворачиваем нейросетью, ну, точнее, матрицей свертки. А потом на вход, вот эти вот значения подаются на вход сверточной нейросети. А связи между синапсами нам нужно будет самим расставить. Это будет третья игра от этих авторов. Зачем я пошутил так? Биг дату не забудь. Ну, я не знаю. А вот дошутишься, напишешь, кто-нибудь нейросеть для игры в эту игру. Я боюсь, что нас заставят играть в нейросеть в следующей части. Расставлять синапсы, аксоны и прочую хуёвину. Вот это вот страшно будет. А ведь я сегодня хотел пописать своих аутических червячков и шум перлина. Каждый год я это делаю. Пиши скрипт, который условия перебором подберет. Ммм, что-то знакомое, кстати. Но я уже забыл, что где-то что-то такое не идет. Ммм, да, твоё. Императивщина. Если вверх дыра, шаг вниз, джамп один старт. Так. Эээ, вот. Джамп один старт. А, ты, ты, погоди. Ты перед иначе хочешь джамп сделать? Это как? Не, ну в ассемблере так, конечно, можно. Да, ну ладно. Значит, са. Вот ты пошутил, да? Ты пошутил? Сегодня пошутил, а завтра Гуглиль сделает капчу с ручным шпридингом аксонов. Я не хотел шутить. Я сразу подумал, что кто-то это завтра сделает. Ну вот, вот всегда так охуня. Так, я пытаюсь распарсить твое творение. Если низ равняется стена, шаг вверх. Так, это мы убираем, как прыжок. Эээ, джамп один конец. Так, нам нужно... Так. Так. Смотри. Так. Ээээ... Это мы убираем. Джамп 4 конец. Или нет, стоп. Гугл уже сделал капчу выберите автобус, на который весь экран сраный гидрант. Ненавижу клаудфляру, ненавижу гугл. Ну хорошо, хоть тебя не банят там. Вон на ячане вчера был трэдик, что меня забанили в гугле. И скриншот с мак-адресом. Так, я не совсем понимаю, куда джампы расставлять в этой нотации. Так. А, наоборот прыжок. хорошо так хорошо сейчас все правильно да сейчас то все верно мам алса я свой проект с осемблером так и забросил тут должен быть и степ про отступы в пиздоне ну ладно я так и не понял микроавтобусы считаются автобусами или нет еще витрины так он не отличаю и мосты от трубопроводов плохие плохие нейросети внутри это но теперь похуй так так написано так написано так дальше у нас джамп 4 стартует очень удобно это у нас джамп 4 я даже его подпишу вот никак не снилось что я буду вот подписывать что-то мышкой не это снилось так джамп 4 а чтоб джамп 4 конец если центр не равняется один шаг влево так джамп 4 конец так иначе если лево дыра так иначе если лево дыра если лево равняется дыра шаг вправо вверх шаг вправо вниз о у нас операция подергивания шаг вправо вниз операция подергивания мы пишем на дсп сложение с насыщение мам так джамп 2 старт так джамп 2 старт так джамп 3 старт так джамп 3 старт Так, дальше много, так, значит, потом Jump 4, Start и Jump 3 и 2, ну, как-то так, дальше идут, идет Imperatition, шаг вниз, шаг вниз, влево, как я его сумел не сделать, какую-то багу нашли в игре, так, вверх, влево, прямо Виктория, мы, мы, мы прямо Викторию делаем, ну, за такой почерк надо лишать премии, хорошо, хоть на заводе никто пока мой код не видел, хотя я там 4 месяца его пишу, поменять там, где право налево, а у нас где-то есть право, Только в операции подергивания оно у нас было Так, как вообще кодят такие интерфейсы? Я вижу Гомбургер меню, это для ведра, Гомбургер меню теперь означает, что это опции, даже в десктопе, даже в эмбеддите, даже в твоей мамаше, ну, че, я удивлен, если я это правильно написал, Еще сильнее буду удивлен, если это сработает, но, let's watch Бляяяяяять Аааа Охуеть 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 Аааа охуеть 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 просто охуеть это портирование этого стоило так но мы продолжаем продолжаем клеточные автоматы если слева не дыра и стиль кода кармак да не увидеть ты же зашифруешь шло дыры прошивку сделаешь и сам распаковываешься время запуска там памяти на это нет там есть 20 килобайт оператива всего лишь а как компелять чтобы запускаться и спать я еще не знаю я маленький еще я всего 30 лет программирую так если слева не дыра и центр не равняется четырем и снизу не 4 не 4 или внизу не стена и центр равняется четырем и или и слева дыра и справа равняется трёх и и и тогда наверняка так слева дыра и центр равняется трем тогда идем вниз если сверху не дыра и и и и снизу стена и снизу стена центр равняется единице и и слева дыра Слушай, надо мной издеваются И слева дыра, тогда пойдём вверх Ты просил помедленнее Вот Теперь мы слоем с ценой не так Так Всё, у меня болит голова Ты хорошо поработал Но терпеть Терпеть Я же таблетки-то от головной боли И не только пью Так Если сверху не дыра Ой, если слева не дыра Я вот пальцем по монитору сейчас тычу Жирным И Центр не равняется четырем И снизу Не Четыре Или внизу А, да, внизу стена И Центр равняется четырем Или Слева Равняется дыра И Справа равняется Трем Я не знаю Запустится ли это вообще Если запустится Помедленнее 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 Я записываю Могу лишь сказать Что пока все живы Мне непоятно Как ты сгенерил эти условия Без скобок-то Потому что мешать И И И Или В одной строке Без скобок Это Плохая идея Тут даже В ГЦЦ Не всегда поймешь Как он это парсит В джаваскрипте Одно В ГЦЦ Другое В каком-нибудь Не знаю Эмбэддит Язычке Третье Поэтому скобочки Расставляем Всегда Скобочек Не жалеем А здесь Ты все намешал В одну кучу Я как-то не удивлюсь Если, например, студия И ГЦЦ По-разному Распарсят Такой код Не удивлюсь Да ладно На УИИ всегда выше Приоритет Чем у Или То есть Сначала будут Складываться И А потом уже Или То есть Или Или Алса Я Как мне советовали Нашел Исходники Калькулятора Посмотрел Так У нормальных людей Есть приоритеты Тут вряд ли Вот я и говорю Скобочки нужны Так вот Я Взял Исходники Калькулятора И Посмотрел Как там сделано Оказывается Калькулятор Всего лишь Складывает Аперанды Ну Например Сначала он их Перемножает То есть Находит множители Перемножает Потом Складывает Просто Аперанды То есть Например 1 плюс 2 Означает Положительная Единица Плюс Положительная Двойка Вот Или например 1 минус 2 Означает Единица Прибавить Минус 2 Отрицательную Двойку Ну Ну Я у себя В коде Так и Сделал В принципе 1 плюс 1 Оно считает 1 минус 1 Оно тоже Считает Калькулятор Если моему Калькулятору Написать 1 Пробел 1 Это будет 2 1 Пробел 3 Это будет 4 Не буду Говорить Куда Вводить Такие Замечательные Цифры Чтобы Рассчитать Кое Что Вот Ну Вот Знаете А что Работает Ну Вот Из Трупа Я И Посмотрел Я Правда Без Токенайзера У меня Свой Токенайзер Был Со Своими Условиями На самом Деле Вот Пример 1 А 1 Это Тоже 2 Хотя Переменных В том Как Таковых Именованных Нету Но Главное Что Хуйня Как То Работает Вот Напишут Я Проси Подупные Языки Здесь Хуйня Какие Приоритеты Еще Раз Я Не Уверен Что ГЦ И Тоже Студия Одинаково Распарст Один и тот же Код Без Скобочек Было Несколько Координат Для Ракет Осталась Одна Какая То Странная Ну Главное Что Ракета Полетит Не В Нам Еще Есть Нам Мил Что Там Еще Променил В общем Есть Много А Инф Инф Можно Еще Лететь В Инф Вот Ты Знаешь Если Даже ГЦЦ Мозги Ебет Как Удобно Походить Все Какой Код Сгенерить Этот Вот 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 Код Замечательный Код Мне Понравилось Он Охуенен Я Так Никогда Бы Не Написал Мой Код А Твой Вот Твой Код В Первой Части Можно Было Брут Форс Код То Есть Пошагово Задавать Движение Потому Что Было Всего Один Чел Тут Целый Массив Людей И Так Уже Не Получится Только Я Не Знаю Сколько Максимум Строк Можно Сто Или Тысячу Учитесь В Многопоточность Как ты написал Так Вот И Есть Я думаю Больше Будем Аутировать Хотя Мы Наконец То Прошли Десятый Год Обучения Наконец То Ура Так Все Поехал Нет Нет Никаких Скобок У У нас Суббота Поэтому У нас Сегодня Граблят Все Распаковка Надеюсь Это будет Кукла Для души Давайте Расстегнем Эту Линию Данных Как Молнии Сдвиньте Самый Левый Куб Наверх А Следующий В Очереди Вниз Вверх Вниз Ну Как В Молнии Я Уже Сделал Начало Для Вас Не За Что 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 Так Если Слева Равняется Стена Номер Один То Шаг Вверх И Бросить Мне Кажется Теперь Это Питон Трэд Интересно В Либо Питона Есть Анзип Шутку Про Анзип Заценил Лучше Скажите Как Вам Код Начальника Нравится Как Будем Друг Классифицировать А Надо Расстегнуть Все Как Молнию Вот Нам Уже Немножко Помогли Тум Думаю Горшок Слева Вверху Неспроста Я думаю Одного Горшка Не хватит Чтобы Всем По голове Надавать Будем Так, я кажется догадался Если наискосок сверху человек, дропаем вниз Если наискосок снизу, дропаем вверх Ну вот и я так же Только я проверяю не человеков, а кубы данных Циферки передавать друг другу нельзя Отдельно код для каждого можно писать Было в первой части Так, значит здесь или Снизу равняется куда И все это залупить Мое резюме фууу Фуууууууу compar.com А иначе, мы можем вытянуть иначе нам не нужно но неэффективно с другой стороны если чё-то неэффективно мы это же можем написать на сишки вот так если слева 0 если слева 0 шаг вниз дроп если слева 0 шаг вверх дроп ну ладно если слева наверху не нолик у данных у и стояли они так стояли глядя на это мракобесие захотелось поиграть в строчку на черно-белом симосе казалось бы в чем связь дайте хоть одну переменную ироды аааа переменных захотел императивщины захотел а у нас тут функциональщина да еще много поток слушайте я понял мы пишем на ирлонге это а нет извините ирлонг то уже не модно мы пишем на эликсире это эликсир у нас так коммунальщики работают мы пишем шейдеры но у нас общая память это эликсир интересно на эликсире может программировать с алё это а т.с. раковка ирлонг что-то я пошел что-то пошло не так я и хочу свою первоначальное решение но счета пошло не так как я его решал какие вы решал вообще все вместе не ну как бы по очереди но каждую команду каждый последователь любят просто так ты расходуется даже если их не выполняется так а и 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 это задание похоже на ваше прошлое задание динамичные углы когда все поднимут свой куб первый рабочий сверху должен начать новую цепочку но откуда рабочим узнать что он первый они могут заметить что прямо слева от них есть стена таким образом первый рабочий должен пойти вверх бросить куб и его работа закончена тем временем все остальные рабочие 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 должны проверить куб находится от них по диагонали сверху слева или снизу слева когда они увидят что в этих двух клетках они могут просто шагнуть в противоположном направлении ну у нас так все и работает и как как мы будем апгрейдится а теперь если справа есть стена если справа наискосок точно только справа вниз но это или справа есть стена вот или а 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 Кстати, количество стоков у нас не меняется. А-а-а! Я балбес. А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а! 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 вот не получал не получается потому что из-за стены они уходят все дальше и дальше такой фокус не особенно работает а так бы я сейчас приказал бы оставить ящики в один такт всем а только у нас м не стены давай попробуем конечно м да по диагонали у нас как-то интереснее реальным мы рисуем шейдеры в общем с нашим и он получился каким-то вообще тормозом супер тормоз И... Сверху. Нет, стоп, нахуй. Сверху. Нет. Погодите-ка. В общем, с правым человечком такой фокус не прокатывает. Здесь четыре, а здесь три, а здесь четыре. Так. Так. Остальные почему-то аутируют. Сколько я тебе банить могу, а? Приходят какие-то внимание блядки. Кладут хуй на эфир. На то, что у нас здесь происходит. Показывают свое говно какое-то. Что он пойдет там смотреть. Не смотреть. Да мне похуй. Сколько раз я тебя сегодня уже банил, а? Так. Так. С первого условия убрать одно условие сложно. Ну, можем вот так вот. Вот. Ну, получается так. В принципе, можно почти дойти до босса и набить ему морду. В первый раз ему помогает стена, второй раз ему помогает работник пройти. А вот почему работник не идет вниз? А, ну да, они же параллельно все выполняются. На следующем такте он уже успевает убежать, и все остальные стоят на месте. Ну, вот и я к тому же. Почти. Почти, сука. Ну, а как? Почти. 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 Ну, а как? Даже вот это можно выкинуть. Что у нас еще может быть? А, я понял. Вот. Вот. И. 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 Ну почти, почти, да, я думал, что стрелочки, которые здесь есть, это и есть те самые направления. Но я не понимаю, как они работают. Что-то, есть еще пункт что-то. А, не обалдеть. Стрелочки за что-то не считаются. А, вот, получилось, посолены, получилось, получилось. Есть только одна проблема. Как бы нам выйти из цикла, а... Хотя, с другой стороны, количество инструкций бросить выполненных, оно уже больше не станет. Я не знал, как это, но мы это сделали! Я мазерфакер! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Здесь стрелочки вниз. Соответственно, я показываю направление вверх. То есть, если под нами направление не вверх, то можно идти вниз. Вот. Ну, это еще какой-то чит. Потому что, таким образом, мы, наверное, можем и от работника отказаться. Вот. И... Тоже все получится. А, нет, не получится. Так. Так. Что-то, видимо, я делаю не так. Ну, давай. К лифту. Мы осилили лифт! Ой, мы осилили распаковку. Ура! Смотрите, нам оценочки даже на предыдущих действиях. Девятого уровня. Как мы здесь прошли-то по-уебански. И да. Вот там пишут. Насчет не ори. Визг. Разве я визжу? Позвольте мне представить вам что-то очень дорогое моему сердцу. Уничтожители! Они уничтожают все, что в них попадает. Все! Пожалуйста, уничтожьте... О! Ха-ха! Прошу прощения. Уничтожение меня сильно взволновывает. Хм. Ладно. Сосредоточимся. Все, пожалуйста. Уничтожьте свои кубы данных. Что? Не у всех они есть? Жизнь несправедливая, но ничего не поделать. У нас появилась новая команда ДАТЬ. ДАТЬ. Рабочий отдает свой предмет кому-то или чему-то еще. Будь то другой работник или уничтожитель. Ой, мне страшно. Кинули все документы в шреддер. Ржали всем офисом. А кот, как кот, уполз под стол. Так. Ну, очевидно, что нам нужно что-то подобрать. Потом нам нужно, скорее всего, сделать шаг вниз. Шаг вниз и дать. Вот. Ему что-то. О! Переменные завезли. Но только иммутабельные. Посмотрите на этого функциональщика. Все пережили свое первое знакомство с уничтожителями? На самом деле выживание не является необходимостью. Главное, чтобы работа была выполнена! Фуууу! Я не знаю, что здесь можно соптимизировать. Так... Так... не могу это не тот результат а а а а а а а а а я мазерфакер кстати да но ведь надо чтобы все выполнено было нет так нельзя нужно именно отдать а а ахуеть Жаль, жаль, жаль. Ну, в общем, мы и так, и так прошли. Так что, пойдем дальше. Линии уничтожения. Подозреваю, скоро мы спать пойдем. Я думаю, мы все согласимся, что уничтожения лишь одного куба было мало. Конечно, я понимаю вашу страстную тягу к уничтожению. Прошу, мы не можем себе позволить разбрасываться кубами данных, как какая-нибудь фирма-однодневка. Уничтожьте все кубы. У вас есть новая команда завершить. Используйте ее, чтобы сказать рабочему, что его программа закончена. Всегда можно обойтись и без нее, но иногда она может здорово помочь. Ура! Мы можем килять стрэды! Ура! Так. Если сверху нету куба данных, то издавать вверх я так думаю у каждого по 3 кубика так что в данном дата сети это будет работать вот и все это дело у лупим в этот момент уже можно подбирать шота если внизу равняется ничего идти вниз очевидно так так значит если вверху равняется стена то полежать подобрать шаг вниз дать иначе дать и прыжок ну как то так а мы не указали кому чё давать не я не понял чего они не доходят до него а у нас надо еще один гроб а и и и и и и и фу Фууууу, фууу, я очень хуёвый пугрумист, ааа, ну как показывает практика, вот это вот всё не надо. Вот, осталось что-то соптимизировать здесь. Но со временем надо чё-то делать. Что-то надо делать со временем теперь. Субтитры делал DimaTorzok Ещё хуже стало. Или нет, лучше стало. Еее, мазерфакер! Спасибо за совет. Только чуточку опоздал. Вот. Еее! Ну чё, на сегодня спать пойдём? Или пойдём играть дальше? Запомнить пол? Творческое письмо? Этикет печати? Расшифровка изображений? Утреннее топливо? Утреннее топливо? Цветы данных? Добрососедство? 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 Хорошие соседи? Добрососедство? 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 Творческое письмо! Творческое письмо! В 90-е завезли сюжеты кат-сцены, а с 2000-х стали дорочить на графон, хотя мне кажется, что есть еще игры четвертого типа, и они появились в 2010-х, но не могу их обобщить, может инди, хотя это лишь бюджет. Анончик, ты не совсем прав, сценарии появились, если, по-моему, когда первый мут был сделан, в 70-х, кажется, еще. Вот, давай хоть фазу закончим, нам до фазы далеко. Нам, ну, если разве что быстро ёбить, то бишь проходить на отъебись, посмотрите, как я программирую, я уже решил задачу за вас, ну, почти. Друзья, рабочие справа просто не работает, и все время умирают, и все все время умирают. Сможете ли вы все починить, сделать всего два изменения? Смотрите! До того, как редактировать программу, используя эту кнопку, чтобы пройти по ней по шагам. Погодите, мы что, в туториал до сих пор играем? У нас тут что, туториалы до сих пор? Так, что делать будем? Нужно всего два изменения сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От тыквенного латте у меня не сварение, но оно того стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не равняется куб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и что, что мертвые? Работа же выполнена В конце-то концов Вот напишет игра Индень, а не геймплейная По мне вполне геймплейная Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу вот через жопу я инди я инди игрок так что мы можем здесь сотворить по командам мы теперь укладываемся но мы не укладываемся по скорости ну в принципе похуй донгл к чему планшетику я решил больше соты хули не связываться нормальный hdmi захват стоит 250 баксов мне что-то как-то не хочется столько денег выплачивать а нет не точно потому что если они завершат свою работу то они перегородят весь путь если я завершить поставлю то и все и мы словили дедлок а ну если отойти к стене может быть нет дойти к стене это сложно если может было бы умирать ладно давай 5 часов 33 секунды мы аутируем давайте следующий так нет даже не так если справа равняется стена нам ничего не даст другие то все равно будут борьбиться гринала в два раза умеешь почти что поехали дальше и следующий этаж и так сойдет создатели контента создатели интернетов откуда вашему все эти кубы появляются данные сами себя не создают знаете ли для некоторых уничтожение это просто забава но если также будут считать все то у нас быстро закончатся данные думаю вы готовы к принтерам давайте попробуем напечатать что-нибудь на нашем новом фотонном 3d принтере они распечатывают новые случайные данные при каждом используем вам всем нужно поскорее попробовать как вам новенькие принтеры а ой окажется начальство совершила ошибку поэтому давайте посчитать результат успехом и двинемся дальше я все отлично потрудились мы достигли лучше чем наши цели мы отлично потрудились создатели контента исправлено ой похоже что вам выдали неправильную команду в прошлом задании начальство сожалеет о случившемся давайте теперь не будем пытаться поднимать принтеры они тяжелые начальство представил вам новую команду взять из теперь может взять из принтера новые данные а также брать кубы данных у других рабочих нам следует подойти к новой команде со всей ответственностью каждый рабочий должен распечатать свежие кубы данных и немедленно их уничтожить повторять бесконечно у вас есть новая команда взять из а уже для того чтобы безопасно брать что-то из принтера или у других рабочих а в общем работа моей мечты а скульяль вы померли то я не понимаю мне сразу захотелось про взять рабочего обычным взять погодите-ка я не понял хули не померли взять дать а они еще пошли вы подошли к нему что это за сайд эффекты команды дать можно смотреть вечно как кто-то работает о да пять часов пять минут и 55 секунд мы аутируем да знаю знаю вы сказали повторять бесконечно но по-моему уже достаточно мы же не роботы а нет вы выполнили как называется ты грас 7 миллиардов человек савин биллионс биг дейт пацаны за все эти годы я оценила множество сотрудников таких же как и вы но не так же оценивали меня теперь оценки наконец можно посмотреть по шкале от нуля активно проявляет ненависть 199 безупречный экземпляр идеального управляющего как бы вы меня оценили теперь мы можем узнать я просто распечатаю оценки мы посмотрим как я справляюсь рабочие пожалуйста возьмите кубы данных с моими оценками из принтеров но если возьмете число меньше пятидесяти то просто уничтожьте его и распечатайте новое все рабочие должны держать число от пятидесяти и выше да я прекрасно справляюсь и данные это подтверждают у меня от этого шутка то что мы готовы потерять данные в любой момент вернее потерять документы в любой момент ну что на этом уровне отчувствуем будем долго аутировать у нас есть некоторые проблемы скажем так если моя вещь равняется моя вещь численность человечества завышена как минимум в десять раз то есть людей максимум миллиард все так и есть можно таскать работников чё правда так взять и если моя вещь менее пятидесяти то дать 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 ее вон туда а потом сделать шаг направо и и так все должны быть хорошими вещами вот и 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 сразу? Нет, я не такой. Я не такой. Я люблю дух сообщества. Я ориентирован на людей. Я ориентирован на людей. Я ориентирован на людей. Я ориентирован на людей. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! А-да! У нас, кстати, появился рандом! Фу! Да похуй! А обои что, клеят скотчем? Игра на выбывание 22-й год работы на заводе Бросок! 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 Где они окажутся? Никто не знает Когда вы нажмете кнопку «Играть» Все кубы получат случайные значения Остаться должен только рабочий с самым большим числом Все рабочие должны подобрать куб прямо напротив них Только рабочий или рабочий с самым большим числом на кубе Могут остаться Все остальные должны упасть в яму Подсказка от начальства Хотите сравнить что-то, что у вас в руках С чем-то, что держит ваш сосед Просто используйте «Если» в сочетании с интересующим направлением Рабочие достаточно умные Чтобы сравнивать вещи в своих руках И руках соседа Могут остаться Могут остаться Могут остаться Субтитры сделал DimaTorzok Ну как-то так Так, в прошлый раз сортировка в конце была Будем танцевать квиксорт Ой, я уже не помню, как я их сортировал Я вроде пузырёк в прошлый раз делал Так, сегодня зашёл на Борн после долгопрерыва И не увидел ничего нового Впрочем, на радио тоже ничего нового Как будто застряли во временной петле Как, у нас новый Игорь? Так Ну что, у нас сортировка получилась Сорт оф Взять низ Если вещь меньше, чем вправо Или вещь меньше, чем влево Шаг вниз Давай добавим Или Моя вещь Меньше, чем То, что слева Почему 31-я не спрыгивает, а? Из-за движущегося фона у меня небольшие глюки идут Мне кажется, что монитор плывёт Так Кто у нас с тобой? А, ты пытаешься вправо пойти А, мы застряли на шаге вправо Да, ты пытаешься Это я ступил. Не они ступили, а я ступил. Условия здесь. Как? Чего? Здесь еще можно... А, что, значит. Зачем дчиковаться в центр? Так нормально. сортировочный зал мама ну чё пузырек не тревожьтесь без резких движений или выходов из линии мы все оцениваемся не нужно чтобы вы спокойно сортировали линию кубов от наименьшего слева до наибольшего справа да я помню как такие проблемы казались сложными когда ее решал всего один человек но теперь у нас есть команда у нас есть команда выбором если бы я помню как делается выбором я помню один лишь пузырек это смутно сортируйте кубы данных в порядке от меньшего слева к большему справа кубы должны оставаться в руках у рабочих не нужно их ставить на место подсказка от начальства если два рабочих одновременно пытается брить на клетке друг друга то они поменяются местами ну в принципе все просто данные сами себя сортируют а аутистам с краю ну вот никак ну вот как только я пожаловался начались нормальные здания на логику а не тупо ходьбу к нужному месту и чё делать теперь бум нам нужно какое-то условие со стеной ну знак поменять можно Только это не сильно нам помогает Да, ну конечно, как бы сортируется В общем и целом Так, примерно Кроме того, у нас нет выхода из цикла Не ходить влево, если там пусто Да ты чё Стало ещё хуже Хм-хм Так, не лучшим стало С направлениями объебался Да, да Содрали вы с направлениями А, ну ладно Я не совсем понимаю, что это вам даёт Нам это ни хера не даёт Это счёт Субтитры сделал DimaTorzok Давайте только массовый геноцид Пошёл А, то есть Если оба работники хотят влево Они не меняются местами И мы виснем Именно Только если оба хотят Вдруг в дружку Тогда они меняются местами Иначе Иначе Девочка за 59-ом бежит Бежит, а он стоит как аутист Ну я думаю На сегодня всё Ребята Видимо, мы не дойдём До фазы второй сегодня Так что Закончим на фазе 1 Так Нам подают подсказку Так Закончим на фазе 2 будут стоять сейчас. Ну, если в глаза ей будет, что надо полежать. О, люди определенно не устарели! Ееееее, падеба! Бюджетная команда. Что ж, очевидно, что это опасно. Управление производства должно было установить здесь конвейеры. Но мы не можем их себе позволить, потому что кое-кто потратил большую часть бюджета на уничтожителей. Поэтому вам всем нужно мыслить как конвейер. Распечатайте что-нибудь слева, уничтожьте справа. Не нужно искать в этом скрытый смысл. И да, ради вашей же безопасности вам запрещено покидать клетки, на которых стоите. Иногда мы смотрели так... Сколько же я буду сегодня банить людей, которые рассказывают мне про аниме, а? Как я заебался это делать? Так, значит, если спереди нас принтер, то мы можем что-нибудь взять из принтера и дать кому-нибудь справа. Вот. Если моя вещь равняется пуганных, и справа равняется работник... Так, я все понял. Снова передать вправо. Далее. Далее. Если... А! В противном случае кинуть в уничтожитель. Потому что если я скаю, то... Так. Я зря это сделал вместе. Посмотрите, что есть ли моя вещь. Так. Вот как-то так. Ну-у-у. А, стоп Понятно Так Надо все-таки было Если Если моя вещь равняется Удан И только под вам О да Ну я опять написал Полное говно Опять Опять Двадцать пять лет В этой организации Так Взять тис Если есть что-то И не измельчить И бросить вниз Или дать вправо Давайте этот уровень Да-да Подождите Подходите поближе Помните Когда мы измельчили Наш самый первый куб данных Конечно же не помните У вас не было памяти Но теперь Да Теперь каждый из вас Может запоминать Четыре вещи Поняли Четыре Вы можете запомнить Расположение Шреддера Который вам нравится Или приглядевшегося вам Куба данных Да Я уверен Что ваши воспоминания Будут очень особенными Для вас Смотрите Что происходит Если вы запустите Программу Которая позволила Себе написать Для вас У вас появилась Команда Ближайшая Значит Ближайший Объект Какого-нибудь Типа И сохраняет Его в одном Из четырех Слотов памяти Так что Вы всегда можете Обратиться Или прийти К ним Позже Нееет Не хочу Так Давайте Слотов Бюджет На команде Так Если Низ Равняется Принтер Взять Из Если Вещь Что-то И Низ Уничтожитель Нет Низ Уничтожитель Да Это Киндю Низ И Дать Пава Вот Ее Вот Это Подеба Ну Че Бюджетное Учреждение И Все Остальные Вещи С фазой Два Не 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 Разведете В общем На сегодня Все Спасибо за внимание игра мне понравилась может быть и когда-нибудь осили многозадачное погромирование то что я пишу иногда выглядит очень странно ехал mutex через mutex да ладно видит слип через слип так что может быть когда-нибудь а дальше физкультминутка и нейродорожки вот может быть это нейросетей да в следующий раз обязательно продолжим я думаю это будет в субботу вот но на сегодня наверное это все вот так что спасибо за внимание спасибо за игрушку принципе вполне себе годная игрушка на сегодня все проходим как умеем я очень дико хочу жрать 5 часов 38 минут и две секунды мы аутируем в общем всем приятных снов радиоанонимус мы доставляем